напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним наши любимые советские кинофильмы и так на чем поскользнулся горбунков возле аптеки в стамбуле в фильме бриллиантовая рука а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео согласно сценарию семён семёнович должен был поскользнуться именно на банановой шкурке когда дело дошло до кадра где он наступает на кожуру начались проблемы никулин просто не смог сделать это реалистично тогда было принято решение заменить банановую кожуру более скользкой арбузной коркой по произведению какого писателя был снят фильм иван васильевич меняет профессию с 1934 по 1936 года михаил булгаков трудился над пьесой о перемещениях во времени иван васильевич это произведение легло в основу бессмертной комедии леонида гайдая как называлась аптека контрабандистов в стамбуле в фильме бриллиантовая рука в фильме герои никулина и миронова проходят по улице старого стамбула возле аптеки контрабандистов однако за границу успешно отыграли исторические кварталы города баку их правдоподобно дополнили заграничными вывесками и аптека контрабандистов как раз получила вывеску с названием чекану в каком кинофильме прозвучала фраза эх марфуша нам ли быть в печали эту фразу произнес бунш из фильма иван васильевич меняет профессию реплика прозвучала в сцене когда управдом перенесшийся в прошлое пировал с марфой васильевной какой иностранный кинофильм показанный в ссср был запрещен к показу после огромного успеха в кинотеатрах в 1967 году в ссср состоялась премьера фильма фантомас с огромным успехом было показано три части картины но после этого по ссср прокатилась волна преступлений бандиты представлялись фантомасами тогда фильм решили запретить к показу кадр и с каким словосочетанием вырезала цензура в самом начале фильма кавказской пленнице в фильме было очень оригинальное начало придуманное гайдаем и никулиным трус подходит к дощатому забору и озера исчертит мелом букву х следом появляется балбес и дописывает букву у увидевший это безобразие милиционер заливается трелью свиста а балбес не растерявшись дописывает художественный фильм но советская цензура вырезала такое вступление какое дерево косой из джентльменов удачи называл дерево там такое вон мужик в пиджаке а вон она дерево наверняка вы помните этот забавный момент в кинокартине джентльмены удачи мужиком оказался михаил лермонтов а деревом веерная пальма вашингтоне стоявшие в витрине одного цветочного магазина по рассказам какого писателя режиссером никиты михалковым был снят в 1987 году кинофильм ночи черные очень черные советской итальянский художественный фильм 1987 года режиссера никита михалкова снятый по мотивам нескольких рассказов антон павловича чехова включая знаменитую даму с собачкой в главных ролях марчелла мастрояне елена сафонова всеволод ларионов иннокентий смоктуновский какой советский фильм был снят позже других позже всех был снят фильм кин дза дза который вышел на экраны в 1986 году интересно что по сценарию скрипач вез из грузии не уксус а крепкий алкогольный напиток чачу так на альфу вместо земли героев сценарий попадали из-за того что перепились и промахнулись но когда фильм уже был снят в ссср как раз развернулась антиалкогольная кампания и чачу пришлось заменить на уксус куда мора отвез дину чтобы спасти ее от наркозависимости в кинофильме игла 1988 года по сюжету фильма мора которого играет виктор цой приезжает волма а ту с целью вернуть деньги которые ему должен знакомый по имени спартак и останавливается у своей старой подруги дины наблюдая за ее странными знакомыми он понимает что она стала наркоманкой а ее квартира превратилась вместо сбыта наркотиков мора увозит дину к аральскому морю где она начинает выздоравливать в фильме даже показан корабль который мора и дина находят на территории аральского моря научно-исследовательское судно гидролог как называлось в ссср экранизированное произведение писателя вениамина каверина 2 капитана это приключенческий роман вениамина каверина написанный в 1938-1944 годах сюжет повествует о жизни александра григорьева из провинциального города энска он с честью проходит через испытания беспризорностью взрослением войной и любовью роман был несколько раз экранизирован советским кинематографом в каком известном советском фильме звучит знаменитая песня нам нужна одна победа знаменитая песня нам нужна одна победа была написана для фильма белорусский вокзал специально для нины ургант у актрисы во время ее исполнения в кадре была только одна задача не заплакать самой потому что все кто был в тот момент на площадке не смогли сдержать слез какой актер снимавшийся в легендарном кинофильме они сражались за родину скончался во время съемок этого фильма в картине сергея бондарчука они сражались за родину свыше 20 ярких ключевых героев солдат и офицеров и стрелкового полка которые защищают подступы к сталинграду и вынужденно отступают под немецким напором экранизация героического романа михаила шолохова стала последней экранной работой актера василия шукшина шукшин скончался во время съемок потому лопахина озвучил уже игорь ефимов а в двух сценах с нонной мордюковой доснялся юрий соловьев когда-то учившийся во вгике вместе с шукшиным в каком советском фильме герой пели песню 22 июня ровно в 4 часа судьба это советский широкоформатный кинофильм 1977 года продолжение фильма любовь земная по мотивам романа петра проскурина герои фильма отправляясь на войну поют песню 22 июня ровно в 4 часа слова песни были сочинены поэтом борисом ковынёвым на музыку популярного вальса ежи петербургского синий платочек песня сочинена непосредственно после начала войны в период с 22 июня по 29 июня 1941 года и мгновенно распространилась по всей стране в ресторане с каким названием трудились герои советской комедии дайте жалобную книгу а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео фильме эльдара рязанова дайте жалобную книгу рассказывается о московском ресторане одуванчик который пользуется у посетителей дурной славой персонал хамит и нерадиво обслуживает клиентов кухня отвратительно жалобная книга всегда занята и все бы так и осталось если бы в это злополучное место не пришел журналист газеты юность никитин и его коллеги в каком звании был легендарный сотрудник мура глеб жиглов в кинокартине место встречи изменить нельзя один из главных героев милицейского детективного романа братьев вайнеров эра милосердия начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом мура капитан милиции глеб жиглов в экранизации романа роль капитана жиглова сыграл владимир высоцкий музыка какого всемирно известного композитора звучит в советском фантастическом кинофильме солярис в фильме андрея тарковского солярис звучит переложение фаминорной хоральной прелюдии аганна себастьяна баха их раф цудир харьесу крайст это произведение известно под названием слушая баха земля кто из этих актеров не снимался в кинофильме москва слезам не верит в фильме москва слезам не верит валентина ушакова сыграла свекровь антонины олег табаков любовника катерины лия ахиджакова директора клуба знакомств наталья андрейченко в картине задействована не была кем по специальности была героиня лия ахиджаковой в кинофильме гараж гараж советский сатирический трагикомедийный фильм 1979 года действие происходит в ссср в конце 70-х годов вымышленном ней охраны животных от окружающей среды сюжет фильма посвящен заседанию членов кооператива фауна лия ахиджакова сыграла елену павловну малаеву младшего научного сотрудника герпетолога специалиста изучающего земноводных и присмыкающихся а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется фильм 1987 года о галецко-волынском князе 13 века основателя львова из ролика герпетолога напишите в комментариях ваш вариант ответа как называется фильм о князе 13 века из ролика надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест